Уважаемый Олег Иванович, Ваше Высокопреосвященство, Лады Д. К. Пеодосий, дорогие участники форума, я очень рад, что в преддверии 1 сентября есть у нас возможность встретиться. Я наслышан о работе этого форума и считаю, что повестка дня и направление работы этого форума очень и очень важны. И для общества, и для церкви. Вы занимаетесь вопросами образования. Я бы хотел сказать, что образование – это краеугольный камень существования общества и государства. Даже в те времена, когда люди в большинстве своем не умели ни читать, ни писать, только потому, что были люди образованные, только потому, что были люди на высоте тех знаний, которые были присущи тогдашним обществам, и происходило развитие – экономическое, политическое, социальное. Общество развивается, отталкиваясь от знаний. Без знаний не может быть развития. Развитие может быть, но оно с легкостью способно завести людей в тупик, породить разочарования и даже большие беды. А вот разрушение школы, разрушение образования – это и есть разрушение потенциала нации. Трудно даже себе представить, что может быть в наше время, когда наука, технологии, знания, образование являются главным двигателем развития человеческого общества. Что может произойти с нашей страной, если мы по неведению, не хочу сказать по злой воле, не хочется в это верить, скорее всего, по неопытности, по неведению, по отсутствию, может быть, какого-то вдохновения. Если сохрани Бог, мы разрушим свое образование и свою школу. А почему церковь проявляет беспокойство относительно образования? Да потому что мы сталкиваемся с плодами недостаточно квалифицированного образования. Ведь к нам в наши семинарии и в наши православные вузы приходят молодые люди. И когда мы присутствуем на вступительных экзаменах, то можем с тревогой констатировать значительное снижение образовательного уровня абитуриентов. Особенно в области русского языка. Очень низок уровень грамотности. И это в 21 веке. Это в то время, когда, как я уже сказал, образование и наука являются силой, без которых невозможно развитие. Настолько низкий уровень, что иногда складывают анекдоты и целые истории о том, какими ответами сопровождаются вступительные экзамены абитуриентов. Мы тоже с этим сталкиваемся. И даже пошли на то, чтобы создать в ряде наших духовных семинарий такие подготовительные классы, чтобы поднатаскать абитуриента, выпускника средней школы, научить его грамотности, одновременно дать ему какие-то общие богословские знания, но без которых невозможно начинать программу бакалавриата в духовных учебных заведениях, в семинариях или в наших вузах. Поэтому нас тоже это как бы впрямую затрагивает, и не только с общей такой, с точки зрения общей озабоченности о судьбе страны, о судьбе нашего народа, но также и о судьбе церкви. Церковь не может быть сегодня эффективной, без высокообразованной прослойки церковной интеллигенции, которой, конечно, принадлежат специалисты в области богословия, духовенства. И поэтому для того, чтобы церковь была эффективна, мы должны иметь очень эффективный корпус церковной интеллигенции. А он в первую очередь воспитывается в наших учебных заведениях. И поэтому нам не безразлично, на каком уровне получают образование в средней школе наши молодые люди. Я приехал сюда совсем не для того, чтобы критиковать систему образования, а просто чтобы выразить свою озабоченность. Для нас критика системы, будь то образовательной или какой-то, либо другой, не является неким планом, связанным, допустим, с ослаблением власти или с компрометацией каких-то политических деятелей. Мы очень далеки от этого. Но тем чистосердечней наш разговор о проблемах, с которыми сталкивается сегодня наша школа. Вот есть, конечно, и положительные моменты, и о них тоже нужно сказать. Я считаю, что закон об образовании, который был принят, он открывает достаточно хорошие перспективы. Но ведь закон сам по себе это бумага. Закон нужно наполнить. Рамки, которые он открывает, должны быть наполнены конкретным явлением. И вот задача заключается в том, чтобы использовать те возможности, которые сейчас дает закон об образовании, для того, чтобы эффективно модернизировать систему российского образования. Конечно, я не могу не обратить внимания и пройти мимо такой темы, как единый государственный экзамен. Ну, наверное, только ленивые не критикуют. У меня более сбалансированная точка зрения на ЕГЭ. Многие из вас знают, что на протяжении многих лет я возглавлял внешнее ведомство Русской Православной Церкви. Жил за границей достаточно долго и хорошо знаком с тем, как вообще в мире все это устроено. Так вот, первое мое знакомство с ЕГЭ произошло в далеком 1975 году в Финляндии. Я приехал туда читать лекции. Меня пригласила Академия в Турку и духовное православное семинарие в Копио. И это было то время, когда студенты праздновали какие-то свои там праздники. И обратил внимание, что очень много молодых людей и девушек, и мальчиков ходят в белых шапочках, таких, которые напоминают наши морские фуражки, только поменьше размером. Спросил, а что это такое? А это, говорит, студенты. Среди этих студентов я увидел не только молодых людей, но и людей среднего возраста. Я говорю, а это что такое? Это студент. А что такое студент? А студент — это социальное положение в обществе. Это человек, который сдал государственный экзамен. И он имеет право поступить в любое высшее учебное заведение в Финляндии. Вот тогда меня очень заинтересовала эта финская ЕГЭ. И должен вам сказать, что ничего плохого в той системе я не увидел. Поэтому думаю, что и наша система ЕГЭ при определенных условиях может быть эффективной. Но есть, несомненно, что-то, что вызывает сейчас большую озабоченность. Мне приходится общаться, в том числе и с родителями наших учеников, которые говорят, что удивительно, но дети сейчас не занимаются в школе так, как вот мы занимались. Они готовятся к ЕГЭ. Весь процесс сосредоточен на ЕГЭ. Значит, нужно пройти вот эти тесты, а все остальное вторично. И получается, что мы подготавливаем человека не к высшей школе, мы не вооружаем его знаниями, мы не вооружаем его системой знаний, а мы его фрагментарно ориентируем на одну конкретную задачу, правильно поставить вот эти крестики, галочки и ответить на тест. Сама система тестов заслуживает внимания, но она не может быть тотальной с точки зрения определения знаний людей. Мы знаем, как сейчас открываешь интернет, да, и там обязательно какие-то вам тесты предлагаются, проверьте себя на это, проверьте себя на это, поставьте вот эти галочки и крестики и так далее. И может быть здесь и есть какое-то рациональное зерно, но вот что плохо, если у человека будет сформирована некая жизненная философия, зажатая вот этой системой тестов. Мы очень многое потеряем, мы потеряем видение, горизонт, широту. Вот важно так сбалансировать ЭГЭ с другими способами и средствами стимулирования наших учащихся к учебе, чтобы не только вот эта анкета ЭГЭ была перед их глазами, но вся жизнь. Теперь я хотел бы перейти, может быть, к такому очень важному для меня вопросу. Собственно говоря, какая цель образования? Некоторые считают, что поскольку существует Википедия, которая все знает, то зачем много знать-то? Открыл Википедию, тут же ответ получил. И это не шутка. Так оно и есть. Так оно и есть. Я нерегко удивляюсь, когда в общении с людьми задаешь какой-то вопрос, и тебе говорят, сейчас я посмотрю. У всех сейчас мобильники набирают. Вот это так. Я задаю себе вот какой еще вопрос. А что происходит с человеком, который нашел в Википедии, вот ответ на вопрос, который ему задали или который его заинтересовал? Чаще всего информация, которая подчеркнута таким образом, улетучивается из головы. Как только она перестает быть нужным, она уходит. Информация может задерживаться в сознании, в памяти, когда она включена в процесс обучения. Но если это одномоментное получение информации, то и результат иллюзорный, призрачный, он очень скоро уходит из памяти. Потому что закрывается множеством других информационных сведений, которые наслаиваются, которые перемешиваются и которые не создают системы. Ну а давайте в скобочках заметим, не все уж так и правдиво в этой Википедии. И нередко сведения это совсем не неточные люди получают. Так вот мы должны разрушить, как мне кажется, вот эту доминанту нынешнюю, существующую в системе образования, получать только те знания, которые необходимы. На первом этапе для того, чтобы сдать ЕГЭ. А на втором этапе, чтобы там отчитаться, сдать какой-то зачет. Перед нами некая фрагментарная такая система, которая не создает общей картины, общего видения, которые в старые времена называли мировоззрением, научной картиной мира. Ничего такого не получается. И вот глубоко убежден в том, что для того, чтобы формировалась гармоничная личность, нам нужно обязательно уравновесить ЕГЭ очень серьезным изменением школьных программ, направленных в том числе и на создание у студентов, у учащихся, простите, целостной картины, научной картины мира. Истории литературы, истории искусства, истории философской мысли, истории естествознания. И знания, научные знания, естественные знания, должны быть вплетены в эту конструкцию. Люди моего возраста не очень хорошо уже помнят задачки по алгебре, по геометрии. Я иногда люблю тоже спрашивать даже не людей своего возраста, очень молодых людей, что-нибудь из школьной программы и встречаюсь с полным непониманием. Не знают. Даже законов, которые в курсе физики, путают. Путают законы, не знают. Спрашиваю самого себя, это от чего? Почему? У этого человека памяти нет? Есть память. Неспособный? Способный. Почему? А потому что, естественно, частности уходят, остается общее. Вот общей картины наша школа не дает. И потому у людей моего возраста и гораздо моложе меня, ничего из школьной программы в голове не остается. Особенно если речь идет о современном преподавании, когда вот эта фрагментарность разрушает общую картину, общую систему. Среднее образование должно давать эти базисные представления в виде законченной системы, которая будет с закончившим школу, его будет сопровождать на протяжении всей жизни. Он что-то забудет, чтобы воскресить в памяти, надо посмотреть, но он будет знать, куда обратиться, куда посмотреть, потому что не потеряет системы. Я очень опасаюсь тому, что современная школа вот эту систему нам не создает. Но еще хотел бы вот о чем сказать. Я не мыслю себе образование без воспитания. Просто интеллектуальное образование, которое очень важно. И не просто как запоминание фактов, о чем я только что говорил, а как формирование системы. Вот это образование очень важно. Но если получение знаний не будет сопровождаться воспитанием личности, то школа не будет решать тех задач, которые перед ней стоят. И вот здесь мы сейчас сталкиваемся, по крайней мере, еще сталкиваемся в современной России вот с какими подходами. а и не нужно ничего формировать, никаких убеждений у детей. Пускай они потом сами сформируют. Вот они вырастут, вот они пускай сформируют. А сегодня давайте им предложим различные варианты. Что сегодня происходит с учебником по истории? Мы же все прошли через то время, когда отсутствие единого учебника истории нанесло огромный ущерб формированию, в том числе гражданственности повлияло на чувство патриотизма людей, спровоцировало очень опасные негалистические взгляды, в том числе на историю своей собственной страны. И все это проистекало от того, что в одной школе один учебник, в другой школе другой, в одной школе есть дети, которые по одному учебнику, другие по другому учебнику. В этих учебниках содержатся диаметрально противоположные концепции, диаметрально противоположные взгляды на важнейшие исторические события. И было своевременно сказано, что нам нужен один учебник, давайте договоримся. Церковь приняла активное участие в формировании концепции этого учебника. Очень многое было учтено, и готовность тех, кто работает над этим учебником, была с тем, чтобы у нас был сбалансированный подход к нашей истории. Чтобы он формировал у людей чувство любви к родине. Чтобы мы дорожили своей историей. Чтобы мы отказались от этого, какого-то страшного синдрома мазохизма, постоянно высекать себя. Когда мы повторяем чужие стереотипы, созданные где-то и предложенные нашему народу, стереотипы, которые формируют неправильное отношение к истории, искаженное, часто принижающее значение тех исторических событий, которые имели место в нашей стране. Это совсем не означает, что нужно романтизировать, идеализировать историю, но это означает, что должна быть единая концепция, предлагающая исторический материал нашим учащимся. учебник. Я не знаю, какие-то появились слухи о том, что отказываемся от общего учебника. Ну и что же будет? Что же будет? Отказываемся от самого главного, от того, чтобы формировать исторические убеждения, патриотические убеждения нашей молодежи. и это происходит тогда, когда на детей, на молодежь обрушен колоссальный информационный поток, работающий в том числе и на подрыв всех этих патриотических убеждений и взглядов. И мы остаемся опять безоружными. В 90-е годы нам сказали, что никакой идеологии не должно быть в школах. Я согласен, идеологии не должно быть. Идеология ведь это политфилософская конструкция, которая пристекает от философских взглядов, но которая заточена на совершенно конкретные политические вопросы. Вот такой была марксистская идеология. Идеология скоро приходящие явления, как свидетельствуют ученые, историки, идеология не живет больше трех-четырех поколений. Три-четыре максимум. Потом она умирает. При всем том, что в создании идеологии могут принимать участие огромные интеллектуальные силы, как это было в Советском Союзе. Институты научные работали, помните, марксизм, ленинизм и так далее. Это же люди докторские диссертации защищали, книги писали. Колоссальный научный потенциал был направлен на то, чтобы сформировать идеологию, а больше трех поколений уже на четвертом запнулись. Не срабатывает. Но вот в 90-м году на, так сказать, развалинах Советского Союза, переживая разочарование в отношении всего того, что было связано с прошлым, было заявлено о том, что в школе не должно быть никакой идеологии. Ну, правильно, не нужно идеологии, как вот той системы, о которой я сейчас только что сказал. «Но ведь без идеи невозможно воспитать ребенка? А как это возможно, без идеи воспитать ребенка? Ведь мать-то вкладывает идеи в ребенка, когда говорит «Этого не делай, неправду не говори, вот ты не обижай эту девочку или этого мальчика». Очень простые материнские указания ребенку, которые тот впитывает как бы с молоком матери, через любовь матери. Вот эта работа матери над своим ребенком, она ведь формирует личность, как говорят, от трех до пяти особенно. Ведь это же система ценностей. Ведь ребенок не воспитывается вне системы ценностей. Так а почему мы не хотим воспитывать наших детей в школе в определенной системе ценностей. Не в идеологических штампах, как иногда говорят, нам нужна новая идеология. Да не надо уже больше идеологии. Но мы должны отстаивать свои собственные ценности, которые вырастают из нашей духовной, культурной традиции. Это и традиция православия, и традиция ислама для той части, которая эту религию исповедует. Это этика, связанная с нашей верой, с нашей культурой. И как же мы можем вне этой системы нравственных и духовных координат воспитывать наших детей? Что получится? Ничего не получится. Мы получим опустошенных людей, которыми очень легко манипулировать. А у самих-то никогда не хватит силенок манипулировать. Манипулировать будут те, кто сильнее, у кого больше денег, те, кто контролирует средства массовой информации, в первую очередь, мировые средства массовой информации. У ребенка, воспитыванного вне системы ценностей, нету способности отличить добро от зла, потому что ему современная постмодернистская культура предлагает другой тезис. Нету никаких объективных истин, «Сколько голов, столько и умов, и твоя собственная идея и является для тебя абсолютной истиной». Ну и мы видим, что происходит. Люди по убеждениям принимают наркотики, по убеждениям они только по голосу плоти начинают разрушать свое нравственное состояние. По убеждениям они просто по случайности нарушают законы и не соглашаются ни с какими общими нормами морали. Но если мы хотим иметь законопослушных граждан, если мы хотим иметь людей, способных к созданию семьи, если мы хотим иметь людей, любящих граждан, любящих свое отечество, но как же мы можем отказаться от формирования личности в системе координат, определяемых нашими базисными, традиционными, духовно-нравственными культурными ценностями. Поэтому школа без идеи это опасное явление. Если мы своими руками такую школу создадим, а мы ее уже почти создали, если мы сейчас такую школу еще укрепим, отказавшись от того, чтобы процесс интеллектуального образования сочетался с процессом воспитания, мы сделаем что-то очень опасное для будущего нашего народа и для будущего наших граждан. Ну, а потом, после драки кулаками, мы очень любим махать, когда что-то где-то рванет, будем говорить, да как же так не досмотрели, да надо же было вот так, а не иначе. Я не буду сейчас приводить конкретные примеры, в том числе и с современной, нынешней, актуальной политической повестки дня, но ведь так же говорим, но как же это могло произойти рядом с нами Украина, украинский народ, а один с нами народ, что же это произошло? А произошло вот именно так, когда все идет на самотек, то влияние сильнейшего источника влияния и оказывает сильнейшее воздействие на личность. Поэтому как раз вовремя сейчас думать о нашей школе и требовать того, чтобы школа не только формировала интеллектуальный багаж, причем достойно формировала, а не фрагментарно, как мы сейчас только что говорили, но чтобы школа формировала личность. Ну и еще хотел бы о последнем сказать, это о педагоге. Ведь собственно говоря, что такое образовательный и воспитательный процесс? Он складывается конечно из передачи знаний, навыков, умений, но ведь непременно пример должен быть. И вот таким примером должны быть наши педагоги. Вспоминаю одну историю, которая была в школе, когда я учился. Мы очень с симпатией относились к одной молодой преподавательнице, и так она для нас была таким как бы каким-то идеалом. И вдруг мы узнали, что она развелась с мужем. Для детей это был шок. Мы на нее уже другими глазами смотрели. Нам казалось, что ничего подобного быть не может. Потому что она вот такая, такая и такая. И она это чувствовала. И даже как-то, я помню, пыталась что-то такое нам каким-то таким птичьим языком объяснить. Потому что чувствовала дискомфорт, что дети реагируют на этот момент сложный, опасный в ее личной жизни. Но это было в то время, когда действительно преподаватели были воспитателями, когда родители координировали свои действия с преподавателями в воспитании ребенка, когда общими усилиями преодолевали какие-то дурные склонности в детях. Сейчас ничего подобного не происходит. Сейчас педагог даже не делает замечаний воспитательного характера. Школа самоустранилась от процесса воспитания. Не знаю, может быть, в Тамбове это не так, но я говорю о столице, я говорю о других крупных городах. И поэтому образ педагога, учителя, воспитателя, он является непременным фактором успеха для школы. И без этого фактора процесс невероятно ослабляется. Вот хотел бы привести вам слова великого уроженца Тамбовщины, преподобного Амбросия Оптинского. Так он попросту говорил кому-то из своих посетителей. В каждом деле и в каждом искусстве потребно показание. А без показания мужик лаптя не сплетет, а девушка чулка не свяжет. Удивительно простые ясные слова. Показать надо. И педагог это тот, который показывает своей культурой, своей манерой общения, своей компетентностью, своими жизненными принципами. Вот тогда ребенок имеет перед собой немеркнущий пример, который будет сопровождать его всю его жизнь. И вот от этого хотелось бы перейти к очень важной теме. Сегодня, к сожалению, учителя до сих пор еще не являются элитой общества. Во-первых, в силу невысокого материального вознаграждения своего труда, отсутствие некоего престижа. С моей точки зрения, учитель наравне с врачом, и я добавил бы наравне со священником, это наиболее важная часть национальной элиты, потому что и одно, и один, и другое, и третье работают над душой и над физическим здоровьем человека. И важнее ведь нету ничего. Поэтому очень важно повышать социальный статус работников образования. повышать уровень их материального обеспечения. И, конечно, это откроет возможности и желание для многих молодых способных людей приобщиться к этой замечательной профессии педагога. И уровень абитуриентов, поступающих в педагогические учебные заведения, в таком случае будет совершенно иным, чем мы это имеем сейчас. Поэтому я от всего сердца хотел бы всем нам пожелать совместно работать для того, чтобы укреплялась система национального образования, просвещения, воспитания, без чего нам трудно иметь спокойный и уверенный взгляд в будущее. Благодарю вас за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ